Перед просмотром данного видео я настоятельно рекомендую подписаться на этот канал и не пропускать обновлений. Еврейское расовое происхождение чеченцев Это не общепринятая теория о родовом происхождении значительной части чеченцев, и в частности ключевых фигур чеченского террористического движения от еврейской расы и исповедания им иудаизма. Подтверждается в основном заявлениями некоторых политиков и журналистов. В такого рода публикациях упоминалось о том, что некоторые тейпы чеченцев могли происходить от еврейской общины Жукти. То же самое упоминается в романе «Копища» писателя и участника Первой Чеченской войны Вячеслава Николаевича Миронова. Об этом в его романе говорит один из двух главных действующих лиц, агент израильских спецслужб, который утверждает, что эти чеченцы используют самосадом в качестве агентуры. Михаил Владимирович Леонтьев в авторской телевизионной программе «Другое время» огласил некие сведения НКВД, согласно которым до трети чеченцев являются иудеями. И назвал среди таковых иудеев Басаева и Хаттаба. В подтверждение своей оценки Леонтьев сослался на заявление Ахмата Кадырова, который в бытность главой администрации Чеченской республики действительно указал, что Хаттаб на самом деле является еменским евреем, который свою первую дочь назвал Сарую. Это заявление было сделано Кадыровым после личной поездки в Иорданию, в ходе которой он совершал неудачную попытку усновить контакты с тамошней чеченской диаспорой. Журналист Вячеслав Геннадьевич Манягин в своей книге «Операция. Белый дом. Хазары. Русская история» в развитии этой теории выдвинул еще ряд спорных тезисов. Волк на флаге независимой Чкири геральдически происходит от волка, имевшегося на стягах основателя Хазарского каганата, ханов из рода Ашина. Среди самых известных чеченских сепаратистов достаточно людей с иудейской кровью. В их лице Хазары тысячу лет спустя пытаются взять реванш под теми же знаменами. Когда в августе 1999 года чекирийцы попытались аннексировать Дагестан, народы этой республики, а их около 70, дружно дали отпор захватчикам. Лишь одно племя встретило чеченских бандитов с распростертыми объятиями и воевало плечом к плечу вместе с ними. Те же люди пытались свержить в Дагестане государственный переворот, устраивали взрывы в Махачкале и в Буйнакске, в то время пока остальные дагестанцы помогали России справиться с интервентами. Это были дагестанские ваххабиты, такие же потомки Хазар, как и их чеченские соратники. Когда подкрепанные русской армией дагестанскими ополченцами бандиты нуждаются в лечении и отдыхе, их радушно встречают в Крыму. И это понятно, так как сюда 10 веков назад хазарских иудеев бежало не меньше, чем на Северный Кавказ. Нам они известны как крымские татары, Краимы. Принято считать их мусульманами, однако Краимы лишь иное название иудейской секты ананитов от Анана бен Давида, одного из вождей вавилонских евреев, основавшего эту секту во второй половине восьмого века. Слово Краим переводится как «человек писания». Последователи Анана ставили писание Тор выше Талмуда, в отличие от рабонитов, людей Талмуда. Но эти различия не мешали двум сектам люто ненавидеть необрезанных и пронести эту ненависть сквозь тысячелетия. Заявление Манягина о еврейском происхождении и иудейском вероисповедании крупных чеченских сепаратистов согласуется с вышеупомянутыми выступлениями Кадырова Старшего. Манягин также указывает на то, что Шамиль – это форма древнего еврейского имени Самуил. Здесь уместно вспомнить, что именно это имя носил, в частности, известность Равис Басаев, возглавивший нападение на Буденновск, захват родильного дома и совершение кровавых гнусностей по отношению к беременным русским женщинам и новорожденным и нерожденным русским младенцам.